Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 24 октября, понедельник. Блогер из Перми, опальный сотрудник КГБ, Бессонов, СБС. Ну вот у нас холодно, я в Перми, у нас 0 градусов, вот я здесь. Это называется район Мотовилика. У меня сегодня процесс. Друзья мои, вот у нас вся повестка зациклена на Украине. А на самом деле на Востоке, в Китае, происходят беспрецедентные вещи. То есть фактически лидер Компартии Китая, Си, да, он вышел за рамки правового пространства. Там ограничено у них пост избрания двумя сроками. А на последнем съезде он в третий раз избирается, понимаете. И причем из зала выводят сторонника, так называемых, либеральных реформ на глазах у всей страны. И помните в 89-м году Горбачева, да? И события на площади, да? Ведь Горбачев приехал начинать в Китае перестройку. Он говорит, давайте, идите за нами, давайте так, либеральные реформы. И студенты вышли и так далее. То есть, ну, часть вот КПК, либеральное звено. И они подавили это, подавили кровью жестоко и провели реформы. Сегодня такая промышленность Китая так развивается. Там только за год строятся до полутора тысячи мостов. Мостов, а это пик, что называется, строительного бума, да? Потому что требуют и оснастки, и знаний, и документации, и так далее. То есть, там за небоскребы за 20 дней возводятся. То есть, там настолько мощный китайский, растет экономика, и не хватает ресурсов, не хватает места. А где места? Только на севере. А на севере слабый организирующий соперник. Да, они и раньше называли Советский Союз социалистическим империализмом, да? А на севере слабый соперник. И, выходя вот за рамки правового пространства, нарушая устав КПК, СИИ готовит страну к войне, да? Готовит к эспансии, да? За ним стоят, скорее всего, и военные круги, и так далее. То есть, он готовит, что вот, ребята, расширение пространства на востоке, на севере. Посмотрите, у них слабая армия, слабый правитель, слабая экономика. Они, так сказать, они нам не конкуренты. И это очень серьезно, друзья мои. То есть, когда лидер сосредотачивает вокруг себя всю власть, это значит, он готовится к броску, да? То есть, он борется с оппозицией либеральной, вот, в своей партии. И, так сказать, чтобы власть удержать, вот, пример Владимира Владимировича Путина, нужно что? Нужна война, нужна мобилизация мации, военное положение. А у Китая мощнейшая экономика в мире. И это очень серьезно все. Поэтому нам вот как так, все вокруг да около, Зюганов поздравил там и так далее. На самом деле, там, де-факто, произошел переворот. Лидер Компартии избрался на третий срок, хотя по Конституции и по уставу КПК, только два срока может избираться. Вот такие дела. Спасибо. Ваш Бессонов Алексей Борисович.